Аплодисменты Он отправил поиграться с ребятами. Было подозрительно тихо. Через какое-то время он поднялся в комнату, где были дети, и застал их за таким мероприятием. Трое детей сидели, каждый со своим PSP, и что-то там производили какие-то действия. Когда он предложил им, поиграйте, сказали, уйди, не мешай, мы же играем. Мы имеем ситуацию, где дети играют, не взаимодействуя друг с другом. Но эта ситуация относится также и к нам. Скажите, пожалуйста, из присутствующих в зале за то время, которое мы здесь находимся, кто из вас воспользовался компьютером или другим коммуникатором для того, чтобы отправить твит, посмотреть что-то в Фейсбуке, отправить сообщения и так далее. Но поднимайте смелее, я до перерыва сидел сзади, я все видел. Посмотрите друг на друга. Мы стали людьми, для которых информация нужна как воздух. Когда-то бы сказали, что мы стали интернет-зависимыми. Но это не так. Информация сегодня является жизненно важной потребностью для каждого из нас. В современном обществе, которое мы называем обществом информационным, информация и знания являются ключевым продуктом, который формирует пространство, где мы обитаем. Именно информационные потоки и знания задают структуру, в том числе и города, в котором мы живем. Уже достаточно давно, более ста лет назад, Георг Зимель, один из основоположников социологической науки в работе «Большой город» и «Духовная жизнь» говорил о том, что душа человека в большом городе, который стремится в большие города и вместе с тем теряется в них, желает себя как-то выделить в этом городе, лежит в уравнении между индивидуальным и надиндивидуальным. И то, как выглядят наши города, зависит от того, какие мы. Потому что города создают люди, и люди формируют города под себя. Традиционный город выглядел следующим образом. Он имел какую-то пространственную локализацию. Он обязательно был идентичен самому себе. Мы знали, где находится город. Он занимал определенный локус. У него была своя история во времени, которая была известна горожанам. И так они себя отождествляли с этим местом, которое существует на протяжении какого-то времени. Концепция или структура городов была или концентричного, или эксцентричного типа. Концентричного, мы уже видели, те города, как города Кремли, как города крепости, возникали, будучи огороженные со всех сторон. А эксцентричные города, это такие города, как Венеция или как Одесса, стоящие как бы у края земли. Владивосток. Стоящие у края земли. Они имеют иной характер. Там дуют иные ветра. Это города другого типа. В них действовали традиционные социальные институты. Институты власти, образования, институт религии. Все то, что нам известно из учебников. Там существовала социальная дифференциация по классовому, сословному принципу. И структура городов, она соответствовала этому типу общества. Были кварталы, где жили люди обеспеченные. Были кварталы, где жило духовенство. Были сакральные объекты и объекты политической жизни. И была своя мифология, также связанная с местом, где стоял этот город и временем его возникновения. Но современный город, город 2.0 отличается от того города. Города, известного нам. Во-первых, происходит удвоение пространства. Пространство виртуальное становится абсолютно реальным. Оно виртуально не потому, что оно иллюзорно. Оно виртуально потому, что основу этого пространства составляет не трехмерное пространство, известное нам измерение, а информация. Мы живем параллельно в двух мирах – физическом и оцифрованном. Современный житель большого города проводит в среднем около 9 часов перед мониторами. Причем это около полутора-двух часов перед телевизором. Все остальное – компьютер и другие коммуникаторы, телефоны. Мы живем в этих двух мирах. Меняется концепция времени в связи с этим. Время перестает быть последовательностью каких-то фактов. Оно сжимается. Оно сжимается. Система стремится к уничтожению времени, потому что в одну единицу времени, невзирая на пространство, можно передать большое количество информации. Происходят институциональные изменения. Меняется система привычных нам институтов. Мы слышали сегодня о Думе 2.0, мы говорим о правительстве электронном или правительстве 2.0. Какие-то традиционные институты уходят в сферу информационную, в параллельное пространство. Параллельное, я говорю, непренебрежительно. Это не иллюзорное пространство, реальное, но оно уходит туда. И поскольку система не терпит пустоты, то на месте институтов традиционных, которые уходят в сеть, возникают новые институты. Например, социологи говорят о возникновении институтов самобытности человека, которые будут возникать в реальном физическом мире тогда, когда будут определенные институциональные провалы в этом физическом мире, когда будут туда уходить эти традиционные институты. Институт семьи, обратите внимание, есть сайты, которые служат не для того, хотя их задача, чтобы свести людей, которые давно не видели друг друга, а становятся площадкой таких неких флиртов, как сказал мне один мой знакомый однажды. Но главное, чтобы, назначая свидание, с кем-то не поприйти на свидание, которое мне назначила моя жена. То есть такие ситуации возможны. И рождается новая мифология. Эта мифология не связана со временем и местом. Это мифология нового человека, человека, живущего в этом двухмирном космосе. Обратите внимание, об этом говорят лингвисты, что язык пользователей интернета представляет собой некую смесь научного, поэтического, религиозного языка. Создается новый язык, новый синтез, который подобен тому языку, который существовал в античном мире, когда не были разделены, когда еще не было дифференциации на науку, поэзию, когда все это существовало в неком едином симбиозе. Так зарождается новая мифология жителей города 2.0. И какие проблемы стоят перед нами людьми города 2.0, который только возникает? Этот город может, мы сказали, не совпадать с реальным городом. Этот город формируется... Ведь сегодня сейчас нас, собравшись здесь в Москве, смотрят благодаря технологиям цифровым, интернету, нас смотрят люди в других городах. Они являются сейчас вместе с нами участниками события, происходящего в Москве. Цифровые технологии генерируют определенные сетевые системы, узлы информации, вокруг которых собираются люди. Это иной принцип организации пространства. И люди, которые живут в городе 2.0, это люди, и об этом говорится все больше и больше, и то, что, мне кажется, нам необходимо на это обратить внимание, это люди, которые ищут сегодня свою идентичность. Люди, желающие узнать, кто мы. Потому что цифровые технологии, сетевое сообщество создает иллюзию свободы, творчества, вседоступности и открытости. Вместе с тем мы должны понимать, что власть в этом сетевом сообществе, власть нетократов – это власть тех, кто владеет полным жизненным циклом, контролирует полный жизненный цикл модулей, сформированных благодаря новым технологиям. Что человек города 2.0 – это человек, который как будто бы индивидуален, но он живет на самом деле в атомизированном мире. Это одна из проблем общества информационного и сетевого, что мы живем как будто бы в глобальном мире, но на самом деле происходит атомизация. Что мы не всегда пользуемся теми благами, теми возможностями, которые задает нам общество сетевое. Обратите внимание на то, что многие говорят, что мы в сети свободно делать все, что угодно, а информационное общество нацелено на продуцирование знаний, смыслов. Но есть обратная сторона этой медали. В связи с тем, что информационные технологии сделали вседоступным знания, понижается потенциал творческий жителей этого города 2.0. Они отторгают необходимость творчества, поскольку есть большой запрос на творчество и генерацию новых смыслов. Часто люди отторгают это. И последняя очень важная вещь, о которой нужно сказать, и которая сегодня другими словами здесь прозвучала. Существует определенная несвязка, разорванность, разорванность вообще, разорванность смыслов, разорванность коммуникаций, вообще присуща людям города 2.0, по крайней мере сегодня. Мы, я думаю, находимся у начала зарождения новой цивилизации. Не побоюсь этого громкого слова. Разорванность. И разорванность между жизнью в пространстве информационном, сетевом, и разорванностью между нашим реальным миром. Они часто не взаимосвязаны. И коллега как раз об этом говорила. О том, что эти миры часто не вкомпонованы один в другой. Завершая, хочу поделиться таким переживанием, которое хотел оставить при себе, но Лариса спровоцировала меня. И я расскажу вам историю тоже из жизни. Она будет очень краткая. Некоторое время назад я вместе с группой моих друзей, продвинутых людей города 2.0, участвовал в местной избирательной кампании в городе, где я живу. И движение также носило в титуле окончание 2.0. В нем участвовали люди, которые действительно соответствуют всему тому, о чем говорила Лариса. Это те люди, которые активны, которые обладают капиталом, которые творческие, которые имеют свои бизнесы или реализовали себя на ином поприще. И сторонников было у нас таких много. Но когда дело пришло к выборам, то выбрали местную власть люди в возрасте старше 55 лет, а все наши сторонники не пришли. Не пришли. Они сказали, вы замечательные ребята, но не пришли. И для меня это удивительно, что люди, которые действительно созидают реальность, ткань реальной жизни, кто оказывает на нее влияние, кто зарабатывает деньги, кто создает рабочие места, кто продуцирует новые смыслы, кто творит, оказывается, не имеют влияния на эту жизнь. Потому что мы всю свою энергию выплескиваем в информационное сетевое пространство, и как будто бы уже все сделали. Главная задача, как мне кажется, для людей города 2.0, для тех, кто думает об этом и кто хочет развиваться в этом направлении, развивать модели в компонованности, целостности жизни в мире реальном и в мире сетевом, чтобы они как мотор подталкивали друг друга, и чтобы мы действительно не были изгоями и странным племенем в городах старого типа, а чтобы мы стали пионерами, которые людьми города 2.0, которые пойдут, и как некогда первопроходцы, те, кто основывали новые города, которые сегодня, имена которых известны всему миру, строили свои города, в которых нам удобно, комфортно будет жить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...